здравствуйте друзья всех приветствую себя на канале сегодня у меня в гостях компания cmc 18 масштаб друзья и это несравненный bugatti atlantic 57 1938 года и вы видите перед собой черную и синюю машину это по факту один и тот же автомобиль хочу сказать огромное спасибо моему другу который предоставил мне эти две модели на обзор вот он их совсем недавно купил и первым делом они оказались у меня далее они будут отправлены к нему надеюсь что в скором времени он их получит вот друзья так что сначала сперва они у меня здесь на обзоре в великобритании в лондоне итак друзья давайте немножко поговорим об этих автомобилях точнее об одном автомобиле и я немножко вам расскажу историю как голубой автомобиль синий стал вот таким вот черным ну что в тридцать восьмом году вот такой вот bugatti 57 atlantic был приобретен приобретен господином арби поупом в 1936 его представили на выставке в лондоне и в тридцать восьмом году человеку новая машина приехала вот под серийным номером шасси 57 591 в общем автомобиль спустя многие годы сменил несколько владельцев и в конце концов приобрел вот такой вот черный вид и изменил его отреставрировал никто иной как ральф лорен это всем известный модельер так что в конце 80-х годов он был владельцем вот этого автомобиля уже в черном цвете и как вы можете видеть номерной знак EXK6 и здесь EXK6 это один и тот же автомобиль но спустя годы и очень интересно и очень здорово что у меня сегодня есть на обзоре именно эти два автомобиля которые как я уже сказал по факту являются одним ну что эта компания CMC следовательно здесь очень много интересных вещей и давайте вам еще кое-что продемонстрирую то есть модели в отличнейшем состоянии в отличном сохране вот мелкие мелкие есть какие-то нюансики но ну по ходу попробую расскажу вам и так есть мануальчики вот такой вот мануальчик у нас с кодом номером именно CMC м 083 и ровно такой же мануальчик есть у нас с кодом м 085 для модели в черном цвете вот собственно такие вот одинаковые в практически абсолютно стандартный набор в коробочке идет естественно есть серийный номер номерные знаки вот серийники у них как у одного так и у другого вот далее что у нас еще здесь ну стандартно коробочки есть пинцетики в коробках есть вот такие вот как они мне очень нравятся вот эти такие покрывалочки вот можно можно так здорово прикрыть модельку но на самом деле это тряпочки которые действительно очень хорошо вытирают отпечатки пальцев и все подобное ну и что еще есть вот подобная инструкция как что здесь открывается и какой функционал присутствует но собственно вот я думаю что нет вам не было видно еще раз покажу ну вот такая вот а4 листик свернуты все в коробке еще есть пинцетик и по отверточке для того чтобы можно было снять запасное колесо и так друзья давайте давайте перейдем к самому интересному сейчас я приберусь немножко здесь и посмотрим на функционал ну наверное на основе на примере одной модели потому что хотя может быть и вернемся и обернемся к одной и ко второй так коробочки я пока убираю давайте на столе у нас останется ну пока вот черный этот мы поставим тут кое-что я открыл в одной модельки кое-что я буду вам показывать в общем принципе наверно сразу с двух и так друзья модель принципе выполнена безупречно вот скажу вам честно у меня когда-то в детстве была моделька от бурага в двадцать четвертом масштабе бугатти 57 атлантик и я я был в шоке если честно мне тогда день рождения мне было лет десять подарили эту модельку я не мог просто отвести от нее глаз долгое время хотя мне нравился больше 18 масштаб но бурага их не делал 18 масштабе и бурага сделал их только в двадцать четвертом и так друзья в общем есть конечно отличие между черной моделью и синий естественно как я вам уже сказал это один одна и та же машина но претерпела изменения в ходе лет и кастомизации самого ральфа лорена ну а может быть и других владельцев то есть информация такая вот принципе расходится и так смотрите сразу вам показываю значит изначально у нее были вот эти дублирующие повороты здесь на крыльях вот ну на черные они перестали отсутствовать также важный элемент это дворники которые вот в оригинале располагались вот таким вот образом вы видите ближе вам покажу значит снизу крепление и сверху но в дальнейшем они стали оба крепится снизу в общем ну вот так так он решил наверное что будет лучше так что здесь из функционала ну конечно до функционала хорошо прекрасная решетка просто изумительно исполнена вообще на мой взгляд это произведение искусства красивейшая решетка такая вся филигранная точно выполнена супер ну это конечно конек компании 7c так что у нас будем идти по постепенно по вот открывающаяся горловина вот здесь вот как у одной модельки так и у другой вот для долива охлаждающей жидкости в радиатор так полагаю вот вы видите многочисленные точки на капоте вот это сделано для того чтобы створки капота которые открываются справа и слева чтобы они при открытии не царапали лакокрасочное покрытие и ложились ровно туда куда должны ложиться и на вот эти металлические специальные площадочки так значит что еще есть из функционала вот такие элементы показываю вам именно на черной модели потому что на синий я так полагаю что в общем у меня не удалось там их открыть но вот здесь эти воздушные такие ну створочки вы видите да они открываются точно так же вот есть которые делают доступ воздуха в салон вот через верх тоже приоткрываются вот они здесь сверху так что тоже интересные маленькие элементы такой хороший функционал действительно выглядит и поиграться можно ну супер так друзья давайте немножко перейдем на эту сторону я вам покажу открытый открытую створку на примере вот этой синей модельки потом вернемся опять черный вот так вот видите как шикарно она исполнена то есть вот этот элемент мне очень нравится как она выглядит и как она действительно ложится точь-точь ну тут двигатель это конечно произведение искусства великолепно все сделано очень здорово на мой взгляд не знаю товарищ говорит что тоже у компании автоарт очень неплохо получилась данная модель к сожалению к сожалению я бы я бы может быть если бы мне сказал заранее что он будет готов их приобрести в одного человека кстати они приехали с одной коллекции от одного человека который продает коллекцию в общем ему удалось их купить и в конце скажу по какой цене вот так что они с одной коллекции парой уезжают в другую коллекцию точно также пары то есть они неразлучны будут это очень здорово мне очень нравится когда когда так происходит итак давайте мы перейдем опять к черной модельки вот так что здесь я оставляю потом я закрою вот друзья здесь тоже интересное смотрите я специально заранее снял вы увидите тоже одно из изменений которое претерпела эта машина впоследствии это вы видите есть спецованные диски да вот спецованные очень красивые спицы действительно очень шикарно выглядят роскошно в общем мне лично очень сильно нравится и выглядит здорово но не менее здорово выглядят вот эти нарядные такие колпаки которые закрывают именно спецовку ну вот и это именно было пожелание ральфа лорена чтобы модель теперь была вот в таком виде с накладными колпаками собственно я один из колпаков вот он есть я его взял снял специально для того чтобы вам продемонстрировать что она может быть еще и вот без этих колпаков точно также находиться вот в таком состоянии с черными спицами перекрашенными это прям действительно здорово так друзья еще один момент такой вам покажу очень понравилась резина резина данлоп корт баллон вот такая вот прям все надписи есть здорово это все читается видно то есть ну немногие производители могут похвастаться вот именно таким что у них резина прямо вот подписанное это тоже отдельный элемент который достоин и тоже можно им вот так вот похвалиться давайте перейдем я сказал я буду менять их чтобы вы видели на мой взгляд честно мне нравится версия вот это вот господина арби попа который образца 38 года и она просто цвет просто цвет и сочетание комбинация цветов которые есть именно у версии синем атлантике это именно вот такой вот салон который на мой взгляд но больше подходит этому автомобилю вы видите вот изначально вот он был именно таким кожаные здесь кожаные сиденья кожаные кармашки в общем отделка двери с внутренней стороны это все кожа естественно у нас тут есть флок он тоже очень-очень здорово здесь смотрится сидушечки такие конечно же но под стать тому времени выглядят очень здорово руль вращается колеса при этом тоже поворачиваются всего довольно реалистично выглядит и детализация деталировка внутри просто фантастическая друзья единственный момент модель когда приехала у нее к сожалению отпал рычаг переключения передач он есть он не потерялся все на месте к вот но это надо будет определенно как-то все это поставить обратно на место ну да к сожалению это видимо знаете уже сколько лет прошло то есть клей рассыхается и некоторые элементы таким вот образом не выдерживают транспортировки я не не имею претензий вообще там к человеку который упаковал упаковал он и хорошо но к сожалению это уже время время тоже не щадит и так здесь у нас шикарная вот деталировочка салона вы видите деревянный руль деревянная приборная панель и отличным образом сделаны все элементы они все вот прям блестит все хромом выглядит очень реально очень натурально вот опускающиеся козыречки все это функционирует здесь вот видите можно тоже поднять опустить все работает здорово двери петли это отдельный вот вообще просто отдельная фишка плюс вот такие вот открывающиеся форточки сейчас как же на так так не секунду меня на черный получалось тут ладно я вам покажу с другой на другой стороне не хочу честно вот не идет я не свое я просто очень сильно нервничаю когда такие моменты понимаете но не своя модель вот так бы можно было конечно так и вот то что я вам говорил в синий синий модельки мне не удалось приоткрыть вот эти шторочки здесь не сверху не снизу они естественно открываются но скорее всего тоже наверное из-за времени в общем это все довольно сложно так друзья перейдем к особой фишки мне кажется это самая действительно отличная часть у этого автомобиля это задняя часть на мой взгляд это просто самый шикарный вид у этого автомобиля это конечно задняя часть то как он выглядит вот этот как я не знаю даже на хорда или вот этот как его назвать но вот этот хребет наверное который идет до от передней части вот через весь автомобиль он это характерная фишка именно этого авто здорово здорово выглядят и так есть тоже некоторые отличия здесь вот сразу бросается в глаза именно шестиствольный такой выхлоп и у синего автомобиля он выполнен вот таким прямым а у черного он немножко вот такой вот под вы видите то есть он по другой другой немножко формы то есть да здесь если он обрезан ровно то здесь он немножко по под углом обрезан то есть выглядит ну вот сейчас я вам покажу ближе вот видите да вот это наверное единственное такое различие которое я увидел далее что у нас тут тоже из функционала это открывающийся ключок бензобака он такой выкручивается очень нужна аккуратно быть с такими элементами друзья потому что он очень маленький и резьба в общем то есть чтобы его случайно где-то не потерять вот но видно заливная горловина все это действительно здорово выглядит отлично так но сейчас на примере одной модельки я вам покажу как снимается вот это тоже фишечка этого автомобиля это защитный кожух вот этот который скрывает под собой запаску вот и выполнено это в стиле вот этом арт-деко стрим-лайн в общем те годы 30 конец тридцатых годов это конечно было просто прорывная если другие производители те же mercedes в те годы до крепили запаски по правой и левой стороне на передней части автомобиля то вот bugatti сделала именно это таким способом в общем запаска здесь крепится вот таким сзади за сиденьями получается в задней части автомобиля вот ну абсолютно роскошно абсолютно шикарно сама вот эта крышечка она очень аккуратно фиксируется вот здесь здесь входит в пазы снизу фиксируется то есть вообще супер сделано отлично действительно действительно здорово да да это конечно вот такая внимание такой деталям это огромная заслуга компании 7c вот мне очень прямо действительно интересно если бы я знал что он соберется приобретать вот просто поставил в известность очень довольно поздно и я бы конечно приобрел именно специально для такого случая я бы приобрел подобную модельку от компании автор чтобы было интересно сравнить и это было бы наверно очень прям действительно шикарнейшее сравнение компания автор потому что он говорит что автор то тоже очень очень весьма здорово сделан так друзья давайте мы пока отставим эту модель и перейдем опять к черной посмотрим на нее с этой стороны но это произведение искусства тут не дать не взять действительно шикарная машина в принципе с любого ракурса которого на не посмотри это заслуживает просто того чтобы ну я не представляю на такую на дороге увидеть я знаю что вот черным автомобилем по моему сейчас в наши дни владеет джей лена он находится в калифорнии скорее всего что это та самая машина ральфа лорена потому что их в принципе по пальцам по моему всего три было сделано одна из них в аварию попала вот я точно не помню эту всю историю но но действительно что-то прям было там из ряда вон так друзья давайте я вам открываю показываю салон черного вот здесь все то же самое вы видите еще хочу обратить внимание на механизм открывания двери вот он здесь на такой на салазочки вы видите да специальный такой элемент он бегунок он фиксирует он бегает там пружинка очень очень сложный механизм на самом деле это я такое впервые вижу сами вот петли тоже понятно три петли вот ну и хотел то что вам продемонстрировать это вот здесь она легко открывается вот эта форточка то есть вот в таком положении можно и оставить так что ну вот вы видите тоже до активный элемент и как вы видите здесь уже все в черном цвете то есть сиденья тоже обтянутой кожей дверные карты тоже обтянутой кожей далее везде черный флог ремешки уже такие под стиль дерева в общем ну а по факту я говорю все то же самое примерно все ровно то же самое так друзья давайте попробуем открыть я специально приоткрывал с разных сторон створки потому что вот эти крючочки фиксаторы это довольно сложный механизм и открыть их это тоже такой вот вернее закрыть их открыто еще ладно но закрыть их это довольно проблематично итак смотрим на двигатель с этой стороны ну опять же вторая часть не хуже чем первая с этого ракурса тоже выглядит фантастически классно особенно говорю что мне нравится как как именно выглядит вот этот открытая створка капота здесь вы видите он выполнен в серебристом стиле а с той на синей модели он был в цвет кузова сделан далее есть кожаная вот обтяжка здесь вот она присутствует в общем тут можно залипать всерьез и надолго эта модель действительно заставляет так вот с чувством с толком с расстановкой провести время абсолютно посвятить ее вот всем этим деталям открывающимся элементам функционалу и друзья ним немаловажный тоже момент давайте заглянем под низ вот как она сделана здесь снизу это тоже одно из лучших произведений вот именно низ этого автомобиля лучшее что я пока наверное видел это действительно круто здорово да хоть и часть закрыта всего но мы же понимаем что это все так и должно быть это функционально вот потому что сама машина была очень скоростной там легко уходила за 200 километров в час то есть и для 30 конца 30-х годов это был один из самых скоростных серийных автомобилей которые можно было приобрести вот на то в то время так что по моему 200 лошадиных сил и до 200 километров в час то есть 33 мотор 8-цилиндровый вот так что ехала она просто великолепно аналогов точно не было собственно вот итак друзья что хочу вам еще сказать наверное самое интересное то что всех интересует эта стоимость в общем в принципе я считаю что ему опять же очень повезло модели обе в отличнейшем состоянии хороший сохран ну за исключением там некоторых транспортировочных нюансов там но с рычагом он на месте все можно разобраться не такая большая проблема вот то есть вышли этой модельки грубо говоря ему по 400 фунтов каждая по 400 фунтов за он за каждую из этих моделей это я скажу вам действительно нормально вот так что приобрести вот в одну коллекцию обе модели то есть 800 фунтов и это это здорово это действительно шедевры шедевры 18 масштабе которые действительно я его поздравляю с этим приобретением он действительно хорошие модели купил в отличном сохране потому что как я понял множество из этих моделек у них присутствуют нюансы особенно шагрень вот так что модельки не новое естественно уже много лет им ну и здесь конечно просто просто хороший продавец оказался и везение так что вот две модельки отправляются к нему в скором будущем так что вот еще раз поздравляю и спасибо что посмотрели этот обзор до конца вам всем желаю удачи подписывайтесь не забывайте ставьте лайк комментируйте будьте здоровы прощаюсь с вами до следующего обзора всем пока